ВОРЛД ОВ ВОРКАФТ Так как это было изначально Так что Близзард выпускает ВОВ Классик Буквально тот же самый ВОВ из 2004 года Хорошая ли эта идея? Конкретного ответа тут нет Но есть нечто совершенно другое Оригинальный ВОВ это не просто какая-то старая игра В то время это была настоящая бомба Не было ничего похожего Жанр MMORPG уже не был в новинку Но ВОВ просто всех разорвал Создав огромную, продуманную и интересную игру В своей так любимой всеми вселенной Сразу оговорюсь, как вы понимаете Ролик это спонсорский Но я на самом деле только и рад Потому что с ВОВом у меня связано Огромнейшее количество воспоминаний и историй Которые я вам сегодня и хочу рассказать Так что заваривайте кофеек Сейчас бумеры будут вспоминать Как играли в давние времена ВОВ вышел в 2004 Но лично я из маленького города Тамбова И интернет не по модему У меня появилось только в 2006 Причем технически это был не интернет Это была огромная городская локальная сеть То есть выйти в интернет на нормальных скоростях Конечно можно было Но стоило это баснословных денег Платил ты за трафик И скачать пару песен Уже могло выйти в приличную такую сумму Насколько я помню Мой интернет стоил 500 рублей в месяц За это я получал безлимитно городскую локалку И безлимитно ночной интернет С какой-то безумно низкой скоростью Вроде 100 килобайт в секунду Что было не сильно быстрее модема Так что я часто ставил вещи закачиваться на ночь А потом вскакивал в 7 утра по будильнику Чтобы остановить загрузку Ведь если не выключить То он начнет качать по дневному тарифу И это будет стоить всех денег мира Я так пару раз попадался И приходилось нести все свои накопления провайдеру Но суть истории не в этом Весь движ проходил в городской локалке В нашем личном интернете На пару тысяч человек В котором народ делился фильмами Сериалами И конечно же гонял в игры Ну и в какой-то момент Я обнаружил, что есть пиратский Тамбовский сервер Вова С невероятным онлайном Примерно в 50 человек Любопытству моему Не было конца и края Ведь уже несколько лет Я читал сумасшедшие истории Про онлайн игры в журналах И всегда мечтал посмотреть Как это так? Играть в реальном живом мире Где тысячи других игроков Тысяч игроков на пиратском серваке Конечно не было Даже сотен не было Но опыт все равно был безумный Я прекрасно помню Что моим первым персонажем Была эльфийка друид И как только я докачал ее до 6 уровня И разобрался в основных игровых механиках Я сразу же рванул на приключения Тут нужно обозначить один факт Пиратские серваки Вов Вообще не такие как нормальные Очень часто они все перевернуты с ног на голову Там по другому распределяется опыт Другие товары у торговцев Другие цены А васяны в своих сборочках Постоянно прикручивают левых NPC И как только могут издеваются над игрой И все пиратские серваки Всегда работают через жопу ММО игры это невероятно комплексные И сложные организмы Нельзя просто взять и на коленки запустить свой сервак Он просто будет работать И это приводит к огромному количеству интересных и странных моментов К примеру На пиратском серваке не работает какой-либо скрипт Мешающий продвигаться по игре Взять программиста Переписать сервак Это все сложный удел задротов Поэтому васяны на своих серваках придумывали всякие костыли Например Не работает квест Который должен давать тебе определенную специализацию Или важный предмет Да и пофиг Мы просто рядом поставим NPC Который будет Ну просто так тебе это все давать Зачем играть Зачем баланс какой-то Мы здесь угораем просто Заодно фига не короче Икс 50 опыта на сервак А то это все нудятина какая-то Так вот Похожее произошло и со мной Что-то не работало Что мешало покинуть Тельдрасил Там не только корабли не плавали Но не работали и связанные с этим квесты Поэтому авторы сервака просто фиганули огромный портал недалеко от стартовой локации С острова сразу на Штормград Пропуская весь Дарнас и огромное количество контента Но вот этот вот Первый момент Когда ты прибываешь в столицу людей Видишь огромные статуи героев И начинает играть вот та самая музыка Это прям все Это прям мурашки по коже Это чувство не забывается По факту в тот момент я играл вов как в сингл у РПГ Большую часть времени я был один Насколько я знаю Народ там иногда собирался Играл компанией Но меня это не сильно интересовало Своей эльфийкой шестого уровня Я отправился на приключения Мне было плевать Что я никого не могу убить Что большая часть мобов Просто ваншотают меня Я просто бежал по этому миру Умирал Маневрировал между монстрами Выполнял задания по доставке И офигевал от все новых и новых локаций Насколько я понимаю Практически никто нормально не вкачивался на этом серваке Поэтому чем более высокоуровневым был контент Тем хуже он работал На многих локациях попросту не было мобов Что позволило мне оббежать практически все восточные королевства Только представьте это чувство Ты находишься в Штормграде Открываешь такую карту И видишь что где-то там вдали Есть еще один такой же крупный город Под названием Стальгорн И любопытство проводит тебя Через весь этот мир полный опасностей Только чтобы посмотреть А что там Что в этом мире есть Вов не нужно было даже играть Чтобы быть полностью им поглощенным Но набегавшись Мне надоело бороться с багами И я это дело бросил на какое-то время Однако скоро меня заманили обратно Тамбовская локалочка росла И население сервака солидно так увеличилось Так что я поднял своего персонажа И даже немного его вкачал Продолжая путешествовать Я однажды каким-то образом попал в Калимдор Скорее всего опять были васянские костыли с порталами И чуть не выпал Когда встретил другого игрока Это было прям Прям как у Брэдбери какого-то Когда ты путешествуешь по мертвому миру И вдруг встречаешь другого человека Я его жестоко убил Было круто Но в то время Произошла другая интересная история Это был где-то конец 2006 года И я проверил Серия Саус Парка про WoW Вышла где-то там же Короче, суть истории в том Что на нашем серваке Произошло примерно то же самое Что было в той легендарной серии То ли админ сервака Отдал своему другу Убер-крутой эквип То ли кто-то занес ему взятку И он вкачал его персонажа И сделал ну полный им бой И этот поц Как-то телепортировался Или как-то супер-быстро перемещался По карте и убивал игроков А так как игроков на серваке Было немного Играть было пропросту невозможно Никто ничего не мог сделать Реальность оказалась не такой Драматичной и радужной Как мультик Поэтому в тот момент Этот сервак помер В нашей локалке было еще Несколько таких же Но они все были полурабочими Корявыми, васянскими Кто-то добавлял донат Адища короче И я тогда понял одно Вов это круто Но играть на пиратских серваках Полнейший трэш Не все конечно такими были Но большинство Поэтому летом следующего года И я разорился На лицензию Это была моя первая работа На целое лето Меня взяли в фотосалон Чем-то вроде кассира 9 часов в день 5 дней в неделю Я принимал заказы на фотки Выдавал готовые фотографии И немного фотошопил За 4000 рублей в месяц Да 2007 был жестким И свою первую зарплату Я потратил на лицензию Вов Подписку И интернет Чуть-чуть подороже Это был конечно Настоящий шок Когда ты приходишь На реальный сервак Вов После пиратского Ты внезапно понимаешь Все о геймдизайне Вдруг вся игра Начинает иметь смысл Прокачки становятся Размеренные Квесты работают И собираются В какой-то сюжет И строят вокруг тебя лор Ты не торопясь изучаешь мир В тот момент Я как будто проснулся И вселенная заиграла красками Причем забавно Что я продолжал играть На лицензионных серваках С теми же самыми ребятами Из локалки И пару раз в неделю Мы обязательно собирались На улице в парке Распивали всякие Напиточки Обсуждали игру Что будем делать дальше Куда пойдем И все в этом духе Я играл за эльфику воина И насколько я помню За то лето Я даже не докачался До левел капа Он тогда был На 70 уровне кажется Но это было не важно Важен был весь опыт И веселье От общения с людьми Как в игре Так и в жизни Модно вспоминать 2007 Как лучший год Модно возвращать его У всех тогда был Какой-то угар Все веселились Ну а я играл в WoW И это было Очень круто Дальше игра Конечно Начала сильно меняться Да и жизнь изменилась Лично я сдался Где-то на катаклизме Не потому что Игра стала плохой Но просто универ уже Ябложик там начал вести И появились другие увлечения Сейчас WoW просто не узнать Он работает По совершенно другим принципам Которые требуются В современном мире И это нормально Всем нужно меняться Но именно поэтому Когда запускаешь WoW Classic Сначала внезапно Впадаешь в какой-то ступор Ты берешь квест И тебе вдруг Не показывается Куда точно надо идти И кого точно бить Ты должен реально Прочитать задания И сориентироваться На карте Это же просто Офигеть У нас даже В сингловых играх Ты по стрелочке бегаешь А тут такой хардкор Но самое офигенное Нужно общаться с людьми С реальными людьми Пусть и в интернете Здесь нет всех механик Быстрого подбора группы То есть Ты реально Либо идешь в город Либо вступаешь в клан Либо идешь к точке рейда Там находишь людей Общаешься Предлагаешь группу Это очень круто И стимулирует социализироваться Благодаря этому Раньше было огромное количество историй Что мол люди Познакомились в игре А потом бац и поженились Это было совершенно нормально При этом WoW Classic Лишен некоторых технических проблем оригинала Серваки тут получше Там багов убрали Нормально в общем Ну и в плане графона Играть чуть-чуть лучше того Что было 15 лет назад Насколько я понял Они сохранили все модели Анимации И текстуры Из оригинала Но за годы Движок и технология Были очень сильно прокачаны Так что Они добавили более современное Освещение Воду Эффекты Ну и прочее в этом духе Тут конечно вопрос спорный Некоторые хотели бы вернуть Классический геймплей Но графон получше получить Но Близзарды решили Не изобретать велосипед И просто буквально сделать Как было Но встает главный вопрос А нужен ли нам В современном мире Вов Классик Еще бы Хотя бы по одной причине Это нечто Чего сегодня На рынке попросту нет Когда Вов вышел В 2004 Все сразу начали Его копировать Вов развивался Жанр развивался И сегодня Стандарт MMORPG Совершенно другой А Вов Классик Возвращает хардкор Тех лет Эта игра Не устаревшая Она попросту другая И многим может понравиться Более размеренный Неторопливый И в чем-то Медитативный Геймплей Классики Плюс Это в каком-то смысле Сохранение Видеоигровой истории А это Всегда хорошо Так что ребятки Попробуйте Ссылочка на Вов Классик Будет в описании Ну и если вам понравился ролик Ставим лайки И обязательно Идем в комментарии И пишем там Свои короче Дикие истории Из нулевых Как вы играли в Вов Или в какие-нибудь Другие MMORPG Можно собрать Целый практически Дайджест Ссяких историй Что у вас происходило В игре Что вы проходили Благодаря этой игре Как вы вылетели Из универа Как Генри Кевилл Чуть не профукал Роль Супермена Хотя многие уже думают Что лучше бы он профукал Но ладно Это не важно Я просто знаю У меня было огромное количество Классных историй Они правда Почему-то Почти все очень личные Поэтому я О них здесь не рассказываю Но я человек в камере Вы просто можете написать Свои великолепные Личные истории В комментариях Почитаем Будет прикольно На этом все На экране сейчас Список совершенно Потрясающих людей Которые поддерживают Меня на сайте Патреон Подписывайтесь Приходите в наш Дискорд Приходите в наш Дискорд А то мне как раз Там не с кем играть В Вов Классик Ну и Увидимся В следующих роликах Субтитры сделал DimaTorzok